Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в новой телестудии ЕСН-ТВ. Меня зовут Сергей Рымар, и сегодня мы пообщаемся на такую замечательную тему, как начало учебного года. Конец августа, город Силамяя готовится встречать новый учебный год, и сегодня вместе с специалистом по образованию Ольгой Нирк мы обсудим эту замечательную тему. Добрый день, Ольга! Добрый день, Сергей! Ну, сначала легкий вопрос, как летний сезон успели ли вы отдохнуть, набраться сил и подготовиться к учебному году? Ну, пока что нет. У меня все работа впереди, так как начинается скорый учебный сезон, и много подготовки к первому сентябрю и ко второму сентябрю. Ну, так как первое сентября у нас воскресенье, получается, у нас будет в ДК мероприятие для первоклассников 2 сентября. Будет концерт для детям, которые в первый класс будут подарены подарки от города, то есть все будет весело и познавательно. Есть ли у нас какие-то цифры, сколько в этом году первоклассников в городе Силамя? Примерно 102 ребенка идет первый класс в этом году. Это больше-меньше, чем в прошлом году? Ну, в принципе, стабильно все. Стабильно. Да. Главная тема, которая волнует и не только жителей Силамя, и вообще всю историю, потому что с 1 сентября вступает в силу изменение закона об основной школы и гимназии. Теперь школа получит право досматривать личные вещи учеников и изымать у них запрещенные предметы или вещества. Первый вопрос. Во-первых, сначала 50 на 50. Есть половина жителей, те, которые одобряют этот закон и говорят о том, что это даст больше безопасности самой школе, внутри школы. 50% считают, что, ну, примерно половина, что это неправильно. Это нарушает права детей и, возможно, что это будет такой перегиб, в школу переходит, в ходе в школу будет досматривать, поставить железные рамки. Правда ли это? Давайте развеем некоторые мифы и успокоим немножко людей. Что же все-таки за изменения в законе будет? Нет, конечно, это же неправда. Никто рамки не будет ставить, никакие детекторы ничего не будут стоять. Просто при наличии, ну, не угрозы, а вот если директор или какое-то лицо видит то, что ребенок что-то принес в школу, именно будут действия происходить обоснованно. То есть, если есть обоснование, что ребенок принес в школу какой-то запрещающий предмет или вещество, то школа имеет право как бы его досмотреть. Но при этом она должна заранее ребенка предупредить, почему они будут это делать и как они это будут делать. Итак, в школе ситуация, дети что-то увидели у одноклассника и куда они должны пойти, к директору, к учителю. Сначала как бы они идут к классному руководителю, а уже директор как бы назначает лицо, которое будет этим всем заниматься. То есть, если, например, ребенок мальчик или девочка, который осматривает сотрудник школы или мужчина, или женщина. Так, то есть, должна поступить жалоба, после этого они удаляются в кабинет какой-то, ребенку рассказывают все инструкции, правила. Ребенок может отказаться и сказать, что я не разрешаю досматривать свои личные вещи или себя? Нет, как бы, ну, его же предупреждают, почему его досматривают. И, как бы, ну, насильно, конечно, никто его заставлять не будет, но, по идее, это для безопасности школы, и поэтому ребенок должен понимать свои действия. Ну, отказаться он может? В принципе, да, но... Хорошо. Просто не может ли возникнуть такая ситуация, когда одноклассники выберут какую-то жертву и будут специально наговаривать на него, что вот у него в портфеле и так далее, там есть что-то, мы вот видели, нам показалось, его будут досматривать. Ну, это уже, как бы, действия школьного персонала, они даже знают, как относятся другие дети к тому или иному ребенку. Тогда вернемся к вопросу, кто все-таки имеет право досматривать учеников и их личные вещи? Есть ли какие-то критерии у этого персонала? Да, человек должен обладать высшим образованием и пройти данные курсы по подготовке вот именно вот в таких ситуациях, как осматривать, как протоколировать, что делается, то есть по действиям он должен знать уже. И обязательно вы сказали о том, что если это, скажем, досматривают девушку, то это будет делать женского пола персонала, если мужчина, то мальчик. Хорошо. Есть ли какой-то список запрещенных предметов? У меня есть несколько пунктов. Предметы, которые можно было бы использовать в качестве огнестрельного или холодного оружия, это запрещено. Алкоголь, соответственно, табачные, наркотические изделия, различные химические вещества, которые могут вызвать либо опьянение, либо отравление. И также предметы острые, железные и такого рода, скажем, то, что может принести физическое или принести вред имуществу. Есть ли у вас что-то дополнить к этому списочку? Может быть, какие-то конкретные пункты? Нет, этот список может дополнить сама школа. Так. То есть, уже как в законодательстве написанской, она может дополнить своими всякими вещами, что они считают. Нельзя проносить школу. Как вы считаете, зачем было введено это изменение? В связи с чем? То так в школах Эстонии стало опасно? Нет, почему? Это чтобы предостеречь всякие казусы. Вопрос. Вы сами мама. Да. Если можно, вопрос именно как родитель. Как вы оцениваете эту ситуацию и вот это новое изменение в законе? Именно не как чиновника, а как мама. Я согласна, что такие меры предосторожности нужны, потому что мы живем в таком мире, что любой ребенок может принести. Не знаю что. Это можно вроде как моему ребенку, так и другим детям. Персонал. Прошел ли он какое-то обучение? Прошла ли у них какая-то информативная, скажем, лекция, где они знали бы правила своего поведения с ребенком? Такая лекция, конечно же, будет перед началом учебного года, так как у нас есть персонал еще в отпуске. А обязательно с ними будет все постудировано и проведена вводная лекция по поводу как поступать с детьми при досмотре. И, конечно же, вопрос, как дети будут информированы, готовы ли они, скажем, к тому, что 2 сентября они придут в школу и 2 сентября их могут уже встретить в школе с досмотром и проверить портфель на предмет запрещенных вещей. Я не думаю, что 2 числа придут и будут досматривать детей. Нет, я думаю, это все будет постепенно, потому что это работа классного руководителя, информировать детей о новых законах. То есть, все-таки, если подытожить, это все делается во благо и в целях безопасности, как самих детей, так и своего персонала в школу? Да, конечно. Ну и давайте вернемся тогда ко 2 сентябрю. Да. К концерту. Пригласим всех и, конечно же, пожелаем удачи. Приглашаем всех первоклассников на торжество и желаем всем хорошего начала учебного года. Ножи, огнестрельное оружие оставляйте дома. Увидимся 2 сентября. Спасибо.